Чем на самом деле является клонирование? Путем к спасению человечества или же прямой дорогой в ад? Вы хотели бы, чтобы вас клонировали? Или это снится вам в кошмарах? В этом выпуске вы узнаете, когда же мы сможем прогуляться по парку с мамонтами и другими давно вымершими животными. Я расскажу, как клонирование поможет спасти жизни людей. Вместе с вами мы попробуем разобраться, почему ученые до сих пор не клонировали человека. А может, в секретных лабораториях Северной Кореи уже давно создали клон универсального солдата? Или даже самого Ким Чен Ына? К концу видео мы попробуем ответить на главный вопрос. Если услуга клонирования станет доступна каждому, то стоит ли соглашаться? В 2018 году китайским ученым впервые удалось клонировать приматов. Генетики могли получить двух абсолютно здоровых макак, используя ту же технологию, с помощью которой четверть века назад на свет появилась знаменитая овечка доли. Обезьянок назвали Джун-Джун и Хуа-Хуа. Внешне от сородичей, рожденных естественным путем, этих малышей отличали длинные хвосты. Во всем остальном это были самые обыкновенные макаки. Думаете, это фантастическое достижение китайцев общество встретило радостными возгласами? Как бы не так. Раз могли клонировать обезьян, то скоро очередь дойдет. Сегодня все ученые генетики сходятся во мнении, что принципиальных проблем в клонировании людей нет. Если поставить такую задачу и выделить средства, то результат будет достигнут в короткие сроки. Но, к счастью или к сожалению, ни в одной стране правительство не ставит перед учеными такой цели. Наоборот, любые эксперименты по клонированию людей очень быстро пресекаются. По крайней мере, на официальном уровне. После нападок со стороны общественности китайские ученые объяснили, что вовсе не собираются клонировать людей. Зато их открытие позволяет создать модельные организмы для изучения самых разных генетически обусловленных заболеваний. От болезней мозга до болезней обмена веществ, иммуносистемы и рака. Согласитесь, что это действительно отличная перспектива. После появления на свет Джун-Джун и Хуа-Хуа, ученые отредактировали гена макака-крабоеда и получили еще 5 здоровых обезьян. Теоретически, этим методом можно клонировать людей. Но проверить это на практике пока невозможно, исключительно по морально-этическим соображениям. Вернемся к вопросу, который я задал в начале видео. Вы бы разрешили себя клонировать? Только не спешите отвечать. Сперва давайте разберемся, нет ли у вас заблуждений относительно этой процедуры. Многим кажется, что иметь клона – это даже забавно. Во-первых, можно взглянуть на себя со стороны. Во-вторых, собственному клону можно перепорочить дело и не переживать за результат. Ведь никто не справится лучше, чем ваша точная копия. В конце концов, вы получаете надежного друга и единомышленника, который поймет вас лучше, чем кто-либо другой. Верно? Вовсе нет. Примерно так себе представляет клонирование большинство людей. Но к реальности это не имеет никакого отношения. Так что же такое клонирование на самом деле? Клоны имеют очень много общего с однояйцевыми близнецами. Разница заключается в том, что они не рождаются одновременно, а вынашиваются в разное время разными матерями. И могут появиться после биологической смерти своего оригинала. С точки зрения генетики, клон – действительно точная копия. Однако на любой организм влияют не только гены, но и среда. А следовательно, ваш клон может оказаться лишь отдаленно похожим на вас. Образ жизни, воспитание, социальная среда, образование, хобби и интересы – на все эти факторы генетика никак не влияет. Выходит, что клон – это не наша копия, а другая версия нас самих. И какой будет эта версия, улучшенной или ухудшенной, никто не может предсказать заранее. Самым популярным из реальных клонов, вне всяких сомнений, является овечка Долли. Но мало кто знает, что за 10 лет до появления знаменитой овцы, советским ученым удалось клонировать мышь. Первое клонированное млекопитающее получило простое и незамысловатое имя – Маша. Однако это достижение мировое научное сообщество попросту проигнорировало. Но почему так вышло? Почему вся слава досталась Долли и шотландским ученым, а Машу и советских гениев обделили вниманием? У этой научной несправедливости было несколько причин. Во-первых, незадолго до этого в прессе уже появлялась информация о том, что ученым удалось клонировать мышь. Но затем оказалось, что это не соответствовало действительности. И хотя биофизики, создавшие Машу, не имели никакого отношения к этим сплетням, на их заявление про клонированную мышь общественность отреагировала примерно так же, как на очередной крик волки от пастуха-врунишки из известной сказки. Во-вторых, с точки зрения науки клонирование овцы было, несомненно, большим достижением. Долли была сотворена из генетического материала взрослой овцы, умершей три года назад. А советские ученые не клонировали взрослую особь, а как бы собрали клоны с клеток эмбрионов на разных стадиях развития. Знаменитая овечка Долли прожила 7 лет и родила трое здоровых ягнят. В сети было много информации о проблемах со здоровьем, которые связывались с клонированием. Животное, правда, пришлось усыпить из-за инфекции в легких. Но правда и то, что это заболевание типичное для овец. Овцы живут 12 лет, а Долли прожила всего 7, твердят противники клонирования. Но ведь многие овцы, появившиеся на свет естественным путем, живут гораздо меньше, чем Долли. Глупо отрицать тот факт, что у клонированные овцы были проблемы со здоровьем. Но нет никаких доказательств того, что болезнь Долли была связана с клонированием. Если бы люди не знали о том, как знаменитая овца появилась на свет, то никто бы не выделил ее среди родственниц и не заметил бы ничего необычного. Овца как овца. А можно ли есть мясо и пить молоко клонов? Независимые европейские организации по вопросам продуктов питания и их производства еще 10 лет назад признали продукцию от клонированных коров пригодной для употребления. Но до сих пор есть те, кто активно выступает против. С одной стороны, ученые провели ряд исследований и установили, что мясо и молоко клонированных коров точно такое же, как и у их сородичей. Но с другой пока неизвестно, какое влияние эта продукция может оказать на организм человека в долгосрочной перспективе. Ответить на этот вопрос поможет только время. Но когда же мы сможем купить продукцию от клонов в ближайшем супермаркете? Ответить на этот вопрос сложно. Сегодня клонированных коров, овец и свиней легально можно выращивать в Америке и некоторых странах Азии. Но поставить этот процесс на поток и наполнять продукции от клонов супермаркеты мешает дороговизна этой процедуры. Разводить животных естественным путем фермерам гораздо выгоднее. Если доли удалось создать из генетического материала мертвые овцы, значит ли это теперь, что можно клонировать любое животное, чей генетический материал удалось раздобыть? Даже мамонта ученые давно задались этим вопросом. Эксперимент по воссозданию древней экосистемы был начат еще в 80-х годах прошлого века. По задумке, в заповедник на северо-востоке Якутии, где климатические условия наиболее приближены к доисторической эпохе, должны были заселить мамонтов и других давно вымерших животных. Но советским ученым так и не удалось осуществить эти планы. Хоть вечная мерзлота Сибири и сохранила останки мамонтов, но этот материал оказался непригодным для клонирования. Низкая температура повредила молекулы ДНК. Для того, чтобы клонировать мамонта, нужно было сперва воссоздать генетический код, а технологии времен СССР этого не позволяли. Но в 2019 году ученым из России и Японии удалось разбудить клетки мамонтенка Юки, возраст останков которого примерно 39 тысяч лет. Из клеток извлекли генетическую информацию и пересадили несколько десятков наименее поврежденных ядер в яйцеклетке мышей. Пять из них оказались биологически активными. Несомненно, это великое достижение. Но погулять в реальном парке юрского периода мы сможем очень нескоро. Это лишь первый шаг на длинном пути к клонированию мамонта. Задача клонировать мамонта действительно не из простых. Но ведь человеческого генетического материала хоть отбавляй. Так когда же нас, наконец, уже начнут клонировать? Сегодня научную среду больше волнует вопрос «никогда, а зачем?». Вы уже поняли, что возродить Пушкина, Эйнштейна и Мэрилин Монро никому не удастся, так как клон не будет точной копией. Зачем и кому тогда вообще нужно это клонирование? Писатели-фантасты уже давно продвигают идею о клонах как источники донорских органов. Но общество не принимает эту идею как абсолютно негуманную. Из-за этических, религиозных и нравственных взглядов клонировать людей запрещено. Несмотря на это, в августе 2018 года британские СМИ сообщили шокирующую новость. В северокорейских лабораториях проводятся опыты по клонированию человека. Якобы Ким Чен Ын задумал создать самую мощную армию в мире, клонировав своих лучших солдат. По данным британской разведки, эксперименты по клонированию человека начал еще Ким Ир Сен. Армию универсальных солдатов-клонов пытались создать еще в нацистской Германии. Фашисты также надеялись с помощью клонирования создавать сверхлюдей арийской расы, которые бы правили миром. По крайней мере, на эту тему было написано несколько научных работ. А в фашистских лабораториях активно велись исследования. Некоторые источники утверждают, что Ким Чен Ын планирует клонировать даже себе. Следующим правителем Северной Кореи может стать клон нынешнего диктатора. А за ним еще один и еще. И так бесконечно. Но хочу напомнить, что Северная Корея – самая закрытая страна в мире. Разобраться, что там происходит на самом деле, очень сложно. А понять, что творится в голове у ее правителя, еще сложнее. Как вы уже поняли, клонированию человека сегодня препятствуют лишь этические и религиозные убеждения. Но знаменитый британский биолог, лауреат Нобелевской премии Джон Гордон, уверен, что очень скоро общество изменит свое мнение. Вспомните, сколько людей высказывалось против методики искусственного оплодотворения. Отношение к суррогатному материнству до сих пор неоднозначное. Но это не помешало многим семьям обрести здоровых детей. Да и сами дети из пробирки счастливо живут среди нас. По мнению Гордона, в течение 50 лет людей начнут клонировать. И очень скоро мы перестанем этому удивляться. Кстати, о детях и родителях. Есть ли у клонов мама и папа? Если да, то кого можно считать их родителями? Каждый из нас появился путем соединения генов отца и матери. При естественном зачатии яйцеклетка оплодотворяется в утробе, и там же развивается плод. При клонировании все происходит иначе. Легче всего разобраться с родительством на примере овечки Долли. Ученые взяли оплодотворенную яйцеклетку одной овцы и извлекли из нее ядро, в котором содержалась материнская генетическая информация. Затем вжили в нее ядро, взятое из клетки в имени мертвой овцы. Полученную яйцеклетку поместили в утробу овцы, которая стала как бы суррогатной матерью. Если считать родителями всех, кто принимал участие в процессе вынашивания и рождения Долли, то у нее их будет трое. А если почитать и ученых, благодаря которым Долли появилась на свет, то гораздо больше. Но с точки зрения генетики ее родителями нужно считать маму и папу овцы, из в имени которой было взято ядро. То есть родителями клона являются родители клонируемого. Согласно Министерству здравоохранения США, в мире ежедневно в среднем умирает 20 человек, не дождавшись трансплантации органов. Использование стволовых клеток для выращивания донорских органов могло бы стать отличным решением этой проблемы. Клонирование, при котором выращивается не весь организм, а лишь определенные его ткани, называется терапевтическим. Вполне возможно, что этот способ в ближайшем будущем будут использовать для лечения множество заболеваний. А что же о клонировании говорят законы? 12 января 1998 года 24 государства и 43 стран, членов Совета Европы, подписали дополнительный протокол Конвенции по защите прав человека. В нем говорилось о полном запрете опытов по клонированию человека. Но в настоящее время страны по-разному относятся к этому непростому вопросу. В 2015 году 70 стран, включая Австралию, Великобританию и Россию, подтвердили запрет. Но с Соединенными Штатами все не так однозначно, ведь там не действуют федеральные законы. В 15 штатах клонирование запрещено полностью. Но, к примеру, в Аризоне вы можете клонировать кого угодно, но только не за счет государства. Примерно так и прописано в законе. Так что, если надумаете себя клонировать, то вы уже знаете, куда нужно ехать. Но если даже у нас действительно появится возможность клонироваться, нужно помнить, что ваш клон – это не вы. Человек – это нечто намного большее, чем набор ген и хромосом. Сколько бы ваших клонов ни создали, вы все равно останетесь уникальным, единственным и неповторимым. Потому что ни один ученый-генетик не может подделать ваше сознание. Ученые могут научиться клонировать тело, но скопировать вашу душу невозможно.